Всем привет! Привет! Привет, мои хорошие! С вами, как всегда, Ольга. Хочу вас поздравить всех с праздником Красной Горкой, пожелать всем всего самого наилучшего мира, добра, здоровья, успехов и душевного равновесия. Ведь, как говорится, если в душе покой, то всё у нас с вами хорошо. А когда у нас какие-то душевные метания, какие-то, так скажем, сомнения, порывы, когда душа беспокоится, то тогда и общее наше состояние плохое. Как говорится, что кому-то кажется, что всё зависит от материального благополучия. Да нет, не зря же говорится, что богатые тоже плачут, потому что всё, я считаю, зависит от нашего душевного равновесия. Если на душе тепло хорошо, то всё вокруг нас устраивает. Ведь каждый из нас знает, не обязательно же каждый день есть. Я даже не знаю, какой сейчас пример привести, потому что я не знаю, если честно, что едят богатые люди. Ну, пускай я скажу, допустим, красную икру, да, каких-нибудь деликатесов. Я даже не знаю, какие деликатесы привести в пример, да. Да, в принципе, мне кажется, что если у тебя всё хорошо, хорошее настроение, и ты, если даже отваришь себе простой картошечки с салатиком, с помидорчиком, с огурчиком покушаешь, да, бедненько, но в то же время, если что-то у тебя в голове, ты ждёшь какие-то прекрасные события, если ты о чём-то думаешь хорошим, если у тебя хорошее настроение, то, в принципе, она же еда не главная. И каждый из нас понимает, что если тебе плохо на душе, у тебя плохое настроение, ты волнуешься, переживаешь, да что, не поставь ты на этот стол, мир тебе не мил, когда тебе плохо и грустно. Поэтому желаю всем хорошего настроения, спокойствия душевного. Вот. Красная горка, чем она знаменита? Она знаменита тем, что на Красную горку чаще всего большинство после Великого поста, такого большого, люди играют свадьбу, молодожёны хотят соединить себя узами брака. Я сейчас не знаю, что-то вот давно статистику не читала, не видела, сколько в каждом городе примерно свадеб. Ну, знаю, как раньше было, всегда после этого поста, это первый день, когда все молодые, любящие друг друга, хотят сыграть свою свадьбу. Для каждой семьи, я думаю, это событие, знаковое событие, тем более для женщины, ну, как я думаю, которая любая женщина из нас помнит этот день, мечтает об этом дне, взять фамилию своего любимого мужчины, стать его женой, одеть кольцо на палец, вот. Но мне кажется, что всё-таки свадьба – это и есть свадьба, красивое платье, застолик, приглашённые гости, и неважно, сколько гостей. Вот раньше в мою молодость было принято, означало то, что свадьба – это когда у тебя 100-200 гостей, да? И, значит, вот у моей старшей сестры была свадьба, у неё было 75 человек, это в те времена, вот. А у меня уже была свадьба, значит, у меня было, вот сейчас толком я не помню, по-моему, 25 или где-то 25-30 человек. И когда я вышла на работу и там начала хвалиться, вот, ну, в смысле не то, что хвалиться, это неправильно сказано хвалиться, а делиться своими эмоциями, своими впечатлениями, вот, это же для меня… Ну, я говорю, для каждого этот день – это твой день, вот. И когда я начала рассказывать, и сколько, и чего, и вот говорю, вот у нас такое, мне люди всякие бывают, люди бывают и злые, мне говорят, а это не свадьба, это вечер. Но, как сказать, тогда мне было 24 года, я на это обиделась, у меня, вот как вот я сейчас только говорила, в душе какие-то… Сейчас, вот при своём нынешнем состоянии, при своём уже возрасте, как сказать, многие моменты, уже на которые ты реагировал в молодости, которые моменты ты реагировал в молодости, на эти моменты в нынешнем возрасте ты бы не стал реагировать абсолютно никак. То есть я на данный момент, я бы на это и не среагировала, но было у меня, они считают, что вечер, пускай они считают так. Я считаю, что у меня была свадьба. Для меня в душе была эта свадьба, потому что я купила себе это платье. Кстати, платья тогда, этих салонов, вот так не были, они распространены, туда попасть было невозможно. И на, значит, свадьба была у меня в сентябре, и мы с отцом заранее поехали на машине в Рязань на рынок, тогда на рынок покупали себе, выбирали это платье. Значит, выбрал я себе платье, именно я хотела вариант вот такого платья, хотела одеть вот такие перчатки, фату, там каждая девушка для себя придумывала. Очень мне нравился вариант свадьбы зимой, но ведь, а как сказать, две свадьбы не сделаешь. Хотя почему не сделаешь? У кого-то по жизни бывает складывается и две, и три, и пять свадеб, да, и неизвестно, какая свадьба будет лучше и состоится, и с каким человеком вы проживёте долгую свою жизнь. Вот, и вот этот зимний вариант я всегда мечтала тоже, мне казалось красивым, тоже купить красивое платье и какую-то меховую накидку, тоже волосы какие-нибудь, какую-нибудь притчат. Ну, в общем, я говорю, все мы девочки, женщины, девушки, мечтательницы. У меня был такой один знакомый, он сказал такие слова, когда я была молодая, а они мне запомнились на всю жизнь. Вы, наверное, уже как рождаетесь и начинаете думать об этом, как выйдете вы замуж, как вас возьмут на руки, как вас понесут, какое вы платье оденете и что будет. И он это выразился, мужчина, ну, с какой-то долей этой иронии, с какой-то долей, ну, какой-то даже подколки, вот такой вот, как сказать, высокомерии. А для меня, да, да, мы женщины такие, и мы с рождением мечтаем об этом дне, мы мечтаем быть рядом, замужем, и именно не просто замужем, а именно мы мечтаем быть замужем, чтобы он был не просто, как сказать, мужчина, как сказать, просто, а мы хотим, чтобы это был замужем, это наша была стена, это наша была опора, это была наша спина, это, как сказать, это не только в материальном плане, а в плане того, что от этого человека ты хочешь и родить ребёнка, и воспитывается этого ребёнка, и от всех невзгод, которые случаются на работе, которые случаются где-то в нашей жизни, и все вот эти негативные ситуации, ты можешь прийти, пожаловаться, рассказать близкому, дорогому человеку, который протянет к тебе руки твоей помощи, который послушает, вытрет твои слёзы и скажет, ты самая у меня лучшая, успокойся, не плачь, я подарю тебе всё, что ты захочешь, моя родная, только не плачь. Для нас эти самые слова, о которых мы мечтаем, которые мы хотим слышать, и мы, женщины, в принципе, в большинстве своём, в большинстве своём стараемся, отдаём себя, отдаём себя, ведь мы же, женщины, как сказать, воспитываемся в одной семье, выходя замуж, мы практически, ну не то, что бросаем своих родителей, не то, что отрекаемся от своих родителей, это неправильно, но всё равно мы же большинство с большей силой, энергией входим в другую семью, семью своего мужа, мы начинаем уважать его маму, мы даже так не относимся уже к своей матери, мы хотим понравиться его матери, мы хотим понравиться его отцу, мы хотим, чтобы нас тоже в семье уважали, мы хотим, чтобы нас приняли, и чтобы, ведь очень мы понимаем, женщины, что женщина в семье оказывает очень большое влияние на свою семью, и если нас свекровь не полюбит, она же будет нам оказывать большой противовес, и вот этот большой противовес, он будет всегда стоять большим грузом между нашими отношениями с мужем, да, мы каждый из нас знаем, да сколько этих всяких историй есть, когда свекровь начинает нести всякую похобень на свою сноху, и плохо она у тебя готовит, и такая она рассекает, и лентяйка она, и гулящая она, и пьющая она, и не пойми, разбери, кто она, в общем, то, чтобы чего ни попадя, эта женщина может мать для своего сына, возможно, возможно, я не отрицаю, что мать своего сына делает это не со зла, а делает, как она считает, во благо, во благо своего сына, но это же она делает во благо своего, как она считает сына, но, возможно, она делает все это против нас, Поэтому мы все осознаем, что выходя замуж, мы должны угодить ей, чтобы этого конфликта не было, чтобы все ситуации в семье надо сглаживать. Также мы хотим, чтобы у нас был в доме мир, чистота, порядок, уют, как я уже неоднократно говорила, чтобы открывалась дверь, и муж чувствовал запах пирогов, чая. И ему хотелось садиться за стол, где тепло, уютно, его обнимут, поцелуют, выслушают все его душевные тоже проблемы, как бы нам не было тяжело. Ведь не зря, опять же, я говорю, женщина-хранительница очага, она все хранит, она создает уют в доме, она поддерживает очаг, чтобы он не потух. И если он тухнет, то надо обязательно это пламя, чтобы оно разгорелось, разгорелось. А мы уже должны для этого подключаться, обдумывать, что нам сделать. Либо лучше готовить, либо заняться своей внешностью. Красоток на свете мало, ой, мало, красоток на свете много, но нужно быть то единственной, то единственной. Он пройдет по всей улице, посмотрит на всех, но хочется ему только к тебе, только быть с тобой, обнимать только тебя, целовать только тебя и кушать только из твоих рук. Но этого, естественно, нужно заслужиться, дослужить. И как сказать, чтобы все это у тебя было, нужно для этого быть умной женщиной. Но не всегда эти советы, как сказать, эти советы бывают правильными. Иногда бывает очень много мужчин, которые очень любвеобильные, да, очень пьющие. Всякие ситуации бывают в жизни. И, как всегда еще говорит один мой знакомый, в любой данной ситуации разлада никогда не виновен один. Всегда виновны двое. Всегда виновны двое. И нужно в данной ситуации сесть, разобраться, подумать. Сейчас вот раньше мы об этом никогда не задумывались. Не то, что не задумывались. Раньше такого не было. А сейчас вот эти, как сказать, брачные контракты, да, с одной стороны. Если бы мне вот этот контракт брачный предложили, когда я выходила 25 лет назад замуж, я бы выпучила глаза и сказала, да что вы, разве можно об этом говорить? Разве можно составлять такие документы? Разве можно? Это же раз ты составляешь такие бумаги, разве, раз ты думаешь об этом, что вот мы начинаем совместную жизнь, и вот этот дом останется моим домом, эта машина останется моей машиной. А вот если мы с тобой что-то будем наживать в процессе, то тогда 50% будет твоим, а 50% моим. Или если я так, как я получаю гораздо больше, 75% будет моим, 25% будет твоим. Считать сообщество нажима, подписывать документы, я тогда была бы в шоке. Я сейчас, прожив вот эти 25 лет, и вот когда вот уже смотришь только ситуации жизненных, уже ориентируешься по-другому. Ну сейчас уже жизнь наша перестроилась совершенно, она больше стала какая-то денежная, какая-то больше даже. Раньше мы основывались больше на чувствах. Может быть молодежь сейчас такая же осталась. Я ничего не могу сказать, потому что я уже не молодежь. Но я говорю, в 20-летнем, в 30-летнем, как мне кажется, возрасте, ты больше на своих эмоциях, чувствах, так скажем, все твои ассоциации, основываешься на них. Сейчас больше в нас играет разум, разум больше в нас играет. То есть все можно уже здраво, с холодной головой, холодным разумом рассчитать, продумать. Да, я говорю, многих поступок. Сейчас вот, допустим, оно уже и то же платье было. Хотя если бы выходить первый раз замуж, возможно, оно мне бы так же хотелось. Я не могу сказать, потому что у меня уже было это замужество 25 лет назад. И слава богу, что я испытала эту радость. Я очень довольна. И да, я считаю, любая женщина довольна. И даже если так получилось, что получился и развод, то, в принципе, отрицательный опыт, он все равно, ведь не зря же, называется опытом. Правильно? Правильно. Ну и мое мнение, естественно, конечно, гражданский брак. Это не то. Абсолютно гражданский. Но это, опять же, сугубо мое мнение. Хотя, смотря для какого возраста. Опять же скажу, смотря для какого возраста. Если вот сейчас вот как вот по нынешней позиции, а зачем мне вот в данный момент расписываться? И точно так же я понимаю мужчину лет 50-55 лет, а зачем ему расписываться, да? Хотя, опять же, смотрите, по сути дела, если люди сойдутся в 50 лет, мужчина и женщина, то ведь никто не знает, сколько мы проживем, да, пути Господни исповедимы. Может быть, мы проживем 25 лет, может быть, мы проживем 30 лет, да? То есть, допустим, в первом браке в 20 лет мы вышли замуж, прожили 10 лет, и в 30 лет все, наша жизнь остановилась. Ну, я имею в виду развод. А потом все, затишье в личной жизни, затишье в личной жизни. И такая невезуха, такая невезуха, невезуха. И вдруг в 50 лет встречается она, твоя судьба. Вот, наконец, вот счастье твое приходит. Вы соединяетесь, и, возможно, вы проживете 25-30 лет. И почему здесь тоже жить в гражданском браке? Хотя вот я вначале сказала, что для такого возраста зачем? Кто его знает? Здесь тоже. И когда вам будет по 70, по 75 лет, почему не сидеть? Рядом со с любимым старичком, рядом со с любимой своей старушкой. Ведь в каждом возрасте есть свои какие-то прекрасные чувства, какие-то прекрасные отношения. И мы же не знаем, что делают наедине, оставаясь вдвоем эти два старичка, да? Какие у них отношения, какие у них поцелуи, и что им даруют эту любовь и отношения, и поджигает в ним их костер любви. Это со стороны они два старичка, идущих за ручку. А что у них в душе и в доме за закрытыми дверями? Это ихняя тайна, это ихняя любовь. Все люди разные. У кого-то, как сказать, старость. Но опять же, даже если просто совместное, это за закрытой дверью, чаепитие с хорошими сладкими плюшечками, а потом разговоры о былых временах, они тоже интересны, чем сидеть одному или одной в квартире в тоске. Дети, а у кого-то даже и детей нет, ну и понятно, что и дети. Дети ведь чаще всего занятые. Внуки, внуки, внуки вначале будут, как сказать, приходить, пока они тоже маленькие, и пока родителям нужно отдохнуть, детям нужно отдохнуть от своих детей. Они будут вам подкидывать этих внуков, а потом и внуки вырастают, а вы остаетесь одни. И это еще вам повезет, если у вас есть другая ваша родная половина. Так что вот это вот первая неделя после поста, когда больше всего свадеб. Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала. И крылья этой, и песни этой свадьбы вдаль, широкая, что-то маленько слова. И широкой этой свадьбы было места мало, и места было мало, и души, может быть, сейчас спутала. Ах, эта свадьба, 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 пела и плясала. Ну, короче, маленько подзабыла. И еще Анна Герман, хорошая песня. Наряжается невеста в окружении подруг, Нужно коснуться пальцы нежных тонких рук. Две судьбы соединили два кольца, Чтобы вечно жили вечные сердца. Две дороги навсегда в одну сплелись, Чтобы вечно продолжалась наша жизнь. Чтобы вечно продолжалась наша жизнь. Наряжается невеста в окружении подруг. Так, ну, чтобы настроиться, это было, надо настраиваться заранее до видео. А то сейчас я пока с этой песней понастраиваюсь, пройдет очень долго времени. Ой, не могу. Ну, что хочу сказать. Свадьбы есть свадьба. Хочу поздравить всех, если у кого сегодня свадьба, чтобы у вас была долгая, счастливая. И кто увидит моё видео, жизнь. И кто собирается вступить в брак, и кто живёт гражданским браком, Пусть подумает. А может быть, нужно соединить свои две судьбы, Чтобы вечно продолжалась наша жизнь. Так, на этом я своё видео заканчиваю. Все подписывайтесь на канал, Пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами, как всегда, Ольга.